Контроль за выполнением поручений. Глава региона Юрий Бездудный провёл еженедельное совещание с руководителями органов власти. Какие вопросы были решены в ходе совещания, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Еженедельную планёрку губернатор Нинецкого округа Юрий Бездудный начал с вопросов по здравоохранению. Глава региона поинтересовался у руководителя профильного департамента, исполнено ли его поручение по пересмотру сроков доставки медикаментов в сёла округа. То есть понятно, что если 10-12 дней потребность, потом доставка, эти медикаменты могут попасть в село через 3 недели. Я вам давал поручение отработать регулярно с рейсами, отправлять. Пусть небольшое количество медикаментов, но именно те медикаменты, в которых нуждаются пациенты, всё. Те препараты, в которых пациенты нуждаются, у нас справляются еженедельно. Также глава региона напомнил, что в ходе недавней поездки в ОМУ пациенты амбулатории сообщили о том, что не всегда могут записаться на приём к узкому специалисту в поликлинику Заполярного района. Пациенты из сельской местности записываются на приёмы предварительно, либо к участковому врачу-терапевту, который закреплён в каждой медицинской организации, либо к самооставителям по телефону 21-003. Если пациенту необходимо проживать в городе Наримаре какое-то время, для него организовано предоставление социальной гостиницы. Стоимость социальной гостиницы – 200 рублей в день на весь период обследования. Также Елена Левина доложила о значительном спаде заболеваемости коронавирусом в регионе. На сегодняшний день у нас в стационаре находится 29 человек, всего трое из них в реанимации, и 276 пациентов получают амбулаторное лечение. Все пациенты, которые на амбулаторном лечении, в лёгкой форме протекают, без осложнений. Свежих случаев у нас очень мало регистрируется по сравнению с тем, что было три недели назад. Спад заболеваемости – минус 39% по сравнению с прошлой неделей. Ситуация стабильна. Она также отметила, что ПЦР-тестирование населения округа на коронавирус осуществляется по потребности. Следующий вопрос совещания касался контроля за уровнем цен. Мы мониторим по 18 позициям, которым нам советует Минпромторг, и мы на основании своих данных. Пока, хочу сказать, всплеска цен нет. У нас есть взаимодействие со всеми торговыми сетями. У нас местных сетей пять работают на территории округа. Поэтому мы и с Федеральной антибонопольной службой взаимодействуем. Поэтому пока ситуация в ценах достаточно стабильная. То, что касается этой гречки, там полтора килограмма был, поэтому цена там немножко другая, которую все ожидают увидеть, а не за килограмм. В завершении совещания глава Заполярного района сообщила о том, что в НИСИ состоялось торжественное открытие первой и единственной автозаправочной станции. Открыли заправку, авиоемкостной парк этой заправки, 270 тонн топлива. Топливо продается по цене практически как в городе. То есть, если вот, например, 95-й в городе 56, там 60 рублей, что радует, конечно, особенно жители, проживающие в западной части у нас округа, потому что все будут пользоваться и Перша, и Ома. То есть, будут ездить не в Мизень, как раньше, а сейчас, будут ездить сейчас, конечно, вниз. Жители довольны. На АЗС НИСИ можно купить бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Предусмотрена наличная и безналичная оплата. Работает станция с 9 до 21.00 ежедневно.